Делать небольшой анонс сегодняшнего дня, рассказать о том, что у нас сегодня будет происходить. Мы начнем с презентации проекта «Водная линия». Коллеги представят проект и расскажут о том исследовании набережной Эрхангельска, которое удалось провести в последние два дня, вытискуются по результатам этого исследования. Далее у нас будет выступление программного директора лестницы Андрея Катенбурга, Дмитрий Сокриньевского, он расскажет о центре, о точке сборки и пространстве нового формата, которое влияет на изменение облика всего города. Дальше нас ждут презентации лучших органистических проектов региона, где локальные урбанисты, девелоперы поделятся своими новостями и нас ожидают какие-то, как нам было обещано, совершенно эксклюзивные анонсы и новости о проектах, которые планируются запустить в регионе. И завершить программу лекция Михаила Киевского, руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка», о том, как исследования помогают в создании территориального брендинга. Так что я надеюсь, что вы все останетесь с нами на этот день. Программа действительно очень насыщена. Я передаю слово Андрею Анисимову, продюсеру проекта «Вотрфронт» и заместителю директора «ДАСК» и «Стут культуры» в Санкт-Петербурге. Спасибо большое, Кира. Мы очень рады быть здесь в Аркангельске. И огромное спасибо организации этого видео за приглашение и возможность рассказать о крупном международном проекте «Водная рения» «Вотрфронт». Но перед тем, как мы приступим к протестской части, я хотела бы попросить директора «ДАСК» и «Стут культуры» и «ДАСК» и «Стут культуры» и «России». Мы уже были в Мурманске и в Калининграде. И я очень признательна, что есть сейчас возможность познакомиться, встретиться с вами здесь в Аркангельске. Я хотела бы поблагодарить организаторам фестиваля коллективной индустрии и другой. Вам удалось создать очень интересную, очень профессиональную программу. Я надеюсь, я верю в том, что у нас продолжается. Это сотрудничество и с вами, и с жителями Аркангельска. Спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И я хотел бы пригласить на презентацию проекта Авину Мотор, идеолога и продюсера проекта. Главного продюсера, я не сказал. Авина Евгения. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш проект такой child-friendly, вообще полностью фрэнкли для всех. И Дмитрий Геликий, куратор проекта. Прошу тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы хотели бы показать презентацию и рассказать о нашем проекте. И мы очень признательны организаторам за возможность сделать это подробно, о деталях. Микрофон работает. Спасибо. Я бы начал с того, что рассказал краткую историю проекта. Проект был инициирован Датским институтом культуры, институтом исследования и стрит-арта в 2016 году, когда мы задумались о совместных инициативах изучения опыта преобразования прибрежных территорий в северных странах и северо-западе России. И нам удалось получить крат в Совет Аминистрации Северных Стран. И в 2017 году проект стартовал. Главными партнерами проекта также является Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. Проект проводил при поддержке Комитета про внешних связи в Санкт-Петербурге, Генеральный консуль с северных стран в Санкт-Петербурге, Консуль в Финляндии, Норвегии, Швеции. И я бы хотел отметить, что главная задача и цель этого проекта – это диалог между разными группами. И мы наступаем к площадке для этого диалога по вопросам преобразования набережных в разных регионах. Продолжение следует... Про четыре группы акторов, как раз я напомню немножко. Какие это четыре группы акторов, которых мы пытаемся, стараемся собрать диалог? Это четыре условных категории горожан. Первая группа – это профессиональное сообщество, люди, которые проектируют город, это урбанисты-архитекторы. Вторая группа – это управляющие, сети-менеджеры, городские чиновники, люди, которые управляют городской средой. Третья – это инвесторы, это бизнес, который вкладывает свои деньги в городскую среду и получает какие-то с этого бонусы. И четвёртая группа, которая включает в себя предыдущие три – это горожане, жители города, пользователи городской среды, заказчики городской среды. И всё, что мы делаем, мы таким девизом, лозунгом, мото делаем. Горожане, как соавторы развития городской среды, потому что мы считаем, что каждый человек, живущий в городе, может, имеет право, имеет право на это желание, и имеет возможности, имеет влиять на то, в какой среде он живёт или хочет жить. Хотелось бы отметить, что в рамках проекта был создан информационный ресурс, то есть вся информация о проекте размещена на сайте waterfront.tools. Это такая платформа, которая собирает в себя различные проекты благоустройства, приняло примеры благоустройства угодной линии городов северных стран, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге и регионах северо-запад, как уже было отмечено, проект фокусируется не только на Санкт-Петербурге, но и нам удалось побывать и провести на проекте проекта в Мурманске, в Калининграде, сейчас мы очень рады быть в Архангельске. И мы начнем сначала с выставки, как все начиналось. Нам кажется, что в данный момент тема органистики, развития общественных пространств, она является таким трендом. Но вот сейчас, задумавшись о том, когда мы начинали, в 2017 году, и, наверное, многие из вас знают пространство Северных Плац, Санкт-Петербург, и мы были одними из первых, кто начали сотрудничать с этим пространством, когда мы только-только начинали. Мы туда пришли, когда еще завод был? Завод был, да, весной 2017 года, когда у нас планировалось первое событие проекта «Водная линия», «Водофрант», выставка исследований и дискуссионная часть, которые мы появились в сентябре 2017 года. Вот здесь хотелось бы остановиться на формате, на нашем подходе, первый год, сейчас мы находимся на третьем этапе проекта. Вот здесь присутствует у нас Дмитрий Пеликин, наш бессменный куратор и руководитель художественной части. Есть еще ряд экспертов, Даньяр Бесухов, у нас архитектор и урбанист Ксения Кузнина, у нас социолог, у нас есть экологи, в общем, довольно широкий спектр людей в нашей команде. Вот сейчас начали мы с взаимодействия с художниками. Мы начали с чего? Мы пригласили 14 художников и попросили их отрефиксировать тему диалога человека воды и города в современном органистическом пространстве. И результатом вот этого исследования стала большая выставка. И выставку мы сопровождали в форму и конференцию. Подробнее про то, почему мы работаем с художниками, вам чуть попозже расскажет Дима, сейчас мы расскажем про структуру самого проекта. И после того, да, была дискуссионная программа, первый год мы пригласили всех из разных городов, из северных стран и из Петербурга, рассказать о стратегии, о планах развития городских приводных пространств на горизонте планирования 10, 20, 30 лет у кого как. Было очень интересно. Приехали представители муниципалитетов администрации городов Осло, Копенгагена, Стокгольма и рассказали, как же у них там замечательно до 2030 года все распланировано. Первый год, стоит отметить, поддержка со стороны города Санкт-Петербург, чиновники не пришли приглашенные, прислали вместе с себя архитектурное бюро, которое рассказывало про развитие морского фасада. Это очень важно, потому что дальше вы увидите динамику проекта нашего. И проект получил очень положительный отклик, и нам самим все очень понравилось. И мы поняли, что тема требует развития, что да, мы с художниками заявили о проблеме, мы проговорили какие-то вещи на конференции, но это только такой, даже не первый, а нулевой шаг в решении каких-то вопросов, или в том, чтобы обратить внимание на состояние набережных в Петербурге, водных пространств, потому что мы про водную пространство, как места такие отдыха и досуга, и вообще времяпрепровождения. И попробовали подать, поскольку грант предполагает несколько фаз, несколько этапов, мы пробовали концепцию второго этапа, который логически вытек, как раз получился из первого этапа, что мы хотим теперь наш опыт, который мы получили по работе с художниками, немножко приземлить уже на конкретные практики. И мы хотим привлечь больше людей, больше агентов изменений к, в общем, нашим, ну, с последствием нашего проекта, к нашей теме. Да, я могу добавить, что как раз, если мы говорим о задачах и целях проекта, изучение и преобразование прибрежных территорий с точки зрения создания новых общественных, но также безопасных, экологичных и доступных пространств. То есть наш проект подходил к вопросу создания новых общественных пространств у воды с разных точеч зрения, конечно, с экологической в том числе, потому что если мы говорим о воде, то одна из самых главных задач – это чистота воды, в которой мы находимся. И вот, как Альбина отметила, мы решили в втором этапе, в 2018 году проекта, взять конкретные примеры и проверять открытый конкурс проектов для создания межисциплинарных команд, в которые бы входили социологи, антропологи, культурологи, художники, архитекторы, урбанисты. И мы были очень-очень рады, удивлены, но очень рады, мы получили почти 120 заявок на этот конкурс, из которых было очень трудно отобрать. Сначала бы, предположим, сделать три команды, но в итоге мы не смогли себя ограничить, отобрать 40 участников с тем, чтобы поработать на четырех конкретных площадках города, где бы эти межисциплинарные команды разработали модели и концепции развития для вот этих общественных пространств. Также стоит отметить, что помимо крупных событий, выставок, фокумов и, конечно же, раздакомительных поездок, о которых мы должны упомянуть, участники проекта смогли познакомиться непосредственно с опытом развития набережных в финских городах есть, в турково-шведских, в Стабуле, в Маме, в датском Капельгагене и удалось бы выбрать также в Осло. Таким образом, спектр достаточно широкий. Надо сказать, что пандемия внесла плавную реализацию проекта, потому что пятая северная страна, Сланья, осталась не охваченной нашими экспертами, но будет надеяться на будущее. Так вот, помимо крупных событий проекта, мы также проводили цифры публичных встреч под общей темой горожанин, как соавтора архитекта, то есть на поддержании проекта также устраивались открытые встречи с российскими, так и северными специалистами по данной 17-кидороге, которые мы говорили об ознакомительных визитах. Итак, четыре команды, которым было предложено поработать на четырех площадках города, мы специально выбрали четыре разных района. Река Ухта, не в центральной части, в Красногородейском районе, но в исторической реке Ухта, конечно. Галерная Гавань – это тоже историческое место на Северском острове, юго-запад на Уфинского залива, отдаленная часть с народовостройками, и река Прешка – четвертая наша локация. И на каждой из этих, то есть надо сказать, что четыре команды провели очень большую работу на этих четырех локациях, потому что прежде чем приступить, конечно, к самому исследованию местности, была подготовлена методика, то есть с участием специалистов в большей школе экономики, наших экспертов, между спиртным командам проводились консультации, и прежде чем разработать какую-то концепцию, для конкретного места, была проведена огромная работа, в том числе тоже важно отметить, что были проведены опросы местных жителей, то есть с экологических опросов. Тимон, а ты хочешь рассказать о том, что… А, ну, здравствуй. А, все, все отключится. Ну, в церководстве у нас звучит художественно-гуманистический проект, да, соответственно, мы принимаем через две века. И сегодня, вчера, в главной конференции, которая здесь проходит, много раз звучали слова «граспиратские активисты», либо партиципационные включения, да, в смысле вообще, абсолютно искусство – это такая вещь, которая очень быстро включается в себя нормальное количество разобраленных практик, в частности, уже есть церковные направления, которые, с одной стороны, окременуются, активистское искусство, а также партиципационное искусство, да, из-за переведения финансиональной книжки, как, конечно, там, из-за первой кураторшей, которые и масса, как бы, эти практики активно включены уже в жизнь и входят в планы, как бы, современных институций, которые занимаются современным искусством. Но, на мой взгляд, есть отличия, поскольку, на мой взгляд, надо различать все-таки активистскую позицию и позицию художественную, они рядом, но не всегда объединены. Потому что есть ряд активистских проектов, которые настаиваются, скажем, на своей художественной миссии, но как-то с художественными получается плохо. То есть я называю даже такие примеры искусством благого намерения. То есть когда идея красивая, все задачи поставлены правильно, но искусство так не получилось. То есть как активист проект, ну, хороший, а как проект художественный, ну, не очень. Почему это важно? Потому что только оригинальная художественная идея способна как-то дойти до сообщества в том переинформированном информационном пространстве, на котором существует. То есть остальное просто не задевает, не понимая. Ну да, все правильно, все хорошо, но как-то, ну, правильно, делаю, что обозначили тему. Но какой-то, какой-то вещи, которые у нас задело, не произошло. Но мы не говорим о том, что современное искусство, современное организм, представленное работе, собственно, в сотрудничество зрителям, в его, в том числе, в создании определенных провокаций, провокации, собственно, направленные именно в сторону, ну, каких-то консервативных представлений, которые часто связаны с зрителям, о том, что такое искусство, как вайф и, в том числе, и муниципальная власть, о том, что такое искусство, как оно должно выглядеть, какие цели и задачи, и так далее. В этом смысле, моя задача, как правило, проект-то всегда внимательно следить за тем, чтобы проекты были оригинальные именно художественные идеи, так, чтобы они выстреливали и продевали сообщество. Ну, и для этого мы работаем с художниками. Но надо сказать, что сам выход в общественное пространство, сам выход в общественное пространство, это ограждение, понятия пабликарта, оно, безусловно, воздействует на художников, поскольку в этом случае художник уже не тот человек, который реализует какие-то свои герметичные фантазии, мы не буду за это ценим, да, он все-таки находится, он выходит вообще на открыто общественное пространство, это значит, что он реагирует на все-таки на обратную рефлексию, по-самому, не с общественным, то есть он уже как бы так или иначе на нее реагирует. И мы знаем некоторые проекты, когда, значит, художник, не упираются, а инстаграм, когда, скажем, не удача проекта какая-то, когда, скажем, например, какой-то сообщество, там, радикально, он встает в какой-то проект, это тоже, на самом деле, очень полезный пример, потому что они уже не способны, но тут же выдает этот проект, как этот негатив, да, канализировать какой-то довольно интересный следующий проект, и снова вернуть ему сообщество, потому что так, что-то, и происходит, происходит работа, работа с искусством общественного, в окрытом общественном пространстве, потому что мы сегодня все прекрасно представляем, что мы сейчас даже пытаемся утвердить и повлечь на обсудить какой-то объект, а мы просто пожмем гуру, потому что обществу разрешено, представление о том, что делать и как надо, людей совершенно радикально, радикально, да, они готовы спорить, знают друг друга, договориться о чем-нибудь, о том, что это не сложно. Ну, между тем, к этому надо двигаться, и, ну, мы в своем проекте, собственно, вот именно, если на первом этапе, да, действительно, ну, там еще и срок был, такой недвижимый, потому что, как бы, самокрантовая позиция, это, как бы, к этому приводит, так, что мы в мае месяце пришли на севхабель, нам показали цепь, в котором стояли в танки, старый цепь, именно, древолюционный, который принадлежал заводу Симе-Сыгански, и вот уже в сентябре месяце мы там уже вылили в танки, залили детоном, мы успели сделать двери, это и обещали, да, и мы уже в этом большом зале уже сделали двери. Ну, соответственно, понимая, как эта ситуация будет происходить, я пригласил тех художников, которых я в твердый уверен, потому что тут тоже есть такая, называется, дихотомия, вы слышали, что есть отдаст людей, которые могут придумать хорошие, интересные, креативные проекты, но не так, нам гораздо меньше людей, которые способны эти проекты развалить на конструктивный план и реализовать. Да, эти сталкиваются уже с корпорацией, с тем, что человек придумал хороший проект, а реализовать его не может, не успевает, и проваливается по качеству, да, что мы допустим не можем. И вот тут как бы естественно я сдал ставку на тех людей, с которыми я уже работал, и мы получили довольно хороший результат. При этом, как, это не важно, как работает искусство с такими социально-ориентированными типами. Мы ничего не иллюстрируем, мы ни в коем случае ни в прямую не там, не иллюстрируем какие-то проблемы органистические, да, мы скорее смотрим на это совершенно на норву, даже неожиданных сторон, но которые приводят при этом к лучшему результату. Поэтому в нашей местности мы много работали не только там с объектами, там, фаунд-объектами, которые, скажем, были сделаны в результате того, что мы наблюдали, как вот это пространство буквально в наших глазах из заводского превращается в такой открытый творческий кластер, который он сейчас существует, соответственно, были найдены какие-то элементы, которые были использованы на них самим художникам. А с другой стороны мы работали с такими современными разными направлениями искусства, как саунта, была достаточно работа, которые работали только со звуком, сложные аудиоинстерации, да, и это там Science Art, то есть это там была большая информация связана с реально живущими маленькими рыбками, которые там входили в взаимодействие с видеопроекцией. и какие-то работа, которые связаны на рефлексии уже комьюнити, плюс в этот субстрах мы еще вложили на отдельный наш исследовательский проект, который мы делали с Ильей Давыдовым, это мы специально делали такие 8-10 интервью с разными пользователями охотных пространств в Петербурге, которых уже нарастло достаточное количество. То есть кроме людей, которые когда-то держали лодки, сейчас изменилось, выросло количество возрастных средств передвижений. Самое эффектное, которое нас меня все восхищает, это новое движение Сабсорфера, когда они поплывают на возле канала Петербурга, масса, у них есть фестивальные выезды, человек 100-200, просто меняется городская картинка с этого стала Петербурга, вы просто видите, где-то в другом просто нарядные люди на них доска в воздух как архипоск, превращая это возле пространства в пешеходное практически, в носках это позволяет, и это радикально меняет просто унитические пространства с ними мы сделали байдарочниками с винсерферами, которые тоже у нас есть, ну, кроме этого мы подумали, хорошо, раз только появилось пользователей водных пространства, есть проблемы регулирования, ведь как? они же должны не мешать друг другу, как это сделать? И мы специально еще сделали такое интервью с нашей службы спасения, это не шумно уже споет саршайбу, у нас есть своя техская служба спасения, мы туда специально себе ездили, причем начальник капитана капитана по возрасту мне очень смоя глядь, честно говоря, но очень грязный человек и мне понравился их позиция, с одной стороны, это вот такая полицейская государственная служба, которые следить, ну, за рыбаками надо грамотные проблемы, земеловли, отвергнули, отвергнули, на силуэту, запляжи в время купаний, но при этом их позиция все-таки развернутся стром гражданского сомнения, самый популярный пляж Петербург это пляж Тропавловской крепости, но этот пляж неофициально, купаться там не разрешено, согласно по Сарстону с Канадамсу, раз люди это делают, мы поставили там пост, потому что мы идем в следу гражданским сообществом, раз они там есть правильное место, которое надо наблюдать, мы поставили там пост, хотя оно не является официальная площадка, включающая включенная официальная в перечне официальных которые мы должны официальным намерить, это как бы мне понравилась такая вот история, вкроме этого мы съездили специально, нас интересует качество воды, естественно, это всегда возвращается, как тут начинать, что любые проекты связаны с водными пространствами, начинаются сразу следующие цепляются паровозами, проблема качества воды, там, мы работали на реке Октя, там человечное качество воды, при этом это рекреационная зона для нового района, где вполне можно было просто жить красиво и гулять, она заросла в Орщереков, и собственно проект, и так получилось смешно, сначала мы там придумали всего, а потом, когда пришли туда уже в июле, поняли, что там нужно сделать возможность, потому что вот в 3 метра 2,5 растут за ростом в Орщереках, которые не пройти, просто, и люди там просто боятся, потому что опасны, а пытаются жоги, и так далее, в результате мы сделаем этот проект, он развлекает у нас, музей, в Орщереках, такая башня, которая создавляет рекреационную функцию, на которой можно обратно смотреть безопасно поверхность воды и территории вокруг, а с другой стороны там было много разнообразных информационных материалов, что такое в Орщереках, в том числе и полезные, и качественные, и вредные, как он появился, и даже какие-то какие-то анематические вещи, например, как на этой табличке, знаете ли, вы знаете, для того, чтобы написать слово Орщер, которое в русском языке требует всего четыре буквы, немецком надо аж восемь. То есть, это вот такая неравистическая шутка, но она свободна. И, соответственно, эти видео, они тоже были включены в общую выставку, они создавали такой социальный программ в нашем художественном проекте. Да, извини, просто мы хотели рассказать об активности на наших локациях, пока ты рассказывал о художественной создавляющей, я предстал и увидеть, какое разнообразие событий было проведено в том числе с местными жителями на каждой из этих локациях. Ну, да, можно кратко их перечислить. Вот, опять же, в Ставле такой район, да, при этом это центр города более исторический, но при этом он такой тихий, такой окраин, ну, в Петербурге так и есть. Там у нас не получился проект, который мы забыли, вполне понятных причин, он нам просто последний на метрах снизились, если вы сделали, у вас на штраф поставят. Потому что договориться было невозможно, все нас подборивали, нашли владельца, к которой он не отвечал, служба неправила себя ответственность, в результате мы вынуждены были быстро санформируются, потом и другой проект, благодаря тому, что у нас в Рокове участников был новой оперы режиссер. И он поставил там просто практически театральную постановку, которая захватывала часть колонны. Получился очень эффектно, потому что действительно, вчера было выступление чудесное, по этому поводу тоже, что город представляет по сути декорацию, которая может так точно расти, в ней летом вполне можно разыгрывать эффектные достаточно спектакли, которые интересны. Там, на сегодня довольно активное сообщество, я не знаю, как пока несты, наверняка этого уже нет, вы знаете, сейчас очень много, очень популярно, некоторые районы, через сети организовываются, там есть сообщество просто конкретно этой территории, они значатся. В Петровское время еще территория, но находящаяся очень сложной измененной ситуации, потому что сегодня она активно застраивается новостойными, новыми, меняется, соответственно, контингент территории, возникают конфликты между пользователями, и было сделано вот такое социальное исследование. интереснейший район, где я бывал вообще первый раз в жизни, несмотря на то, что я родился в городе и живу там уже 60 лет, это Юго-Запад. Это совершенно новый район, который вот только-только отсыпан и сделан, где вообще ничего нет, кроме зданий, при этом он выходит прямо на Финский залив, где просто чудовищные ветра и так далее, и вообще непонятно, как там люди живут, потому что там даже пешеходных дорожек у него нет, где с мамой погуляют, но там вот есть для тех, это важный, это устроен в Институте, в Питере, да, они персформировались, это место для встреч, место для вопшопов, мы там провели встречи как бы с жителями и сделали проект на набережной, который, ну, по крайней мере, как бы визуализировал как бы некие пожелания жителей, как это может развиваться. Мы знаем, сейчас уже на уровне муниципалитета есть как бы некоторые подмышки в эту историю, а эта ситуация извинись. Да, я всегда хотел бы тоже отметить, что на каждой из этих территорий была создана группа в социальных сетях, то есть можно посмотреть в каждой из них те мероприятия, которые они проводят, и для нас было очень важно наладить этот диалог с местным сообществом, обсудить какие-то существующие проблемы, встретиться, некоторые люди встречались, и они познакомились только на наших мероприятиях, то есть создать такое движение, на этих территориях и инициировать, опять-таки, этот диалог. Очень интересный опыт проекта был с инсталляцией в главном штабе Эрмитажа, на фестивале от Кольсова Европы в сентябре была установлена такая инсталляция. Но мы специально пошли по такому пути тоже от этики. Вот, что такое, что такое любые, любые органно-вещи, которые ставятся на таких общественных выставках. Только, ну, какие-то стендики, выклазка, на вашем проекте. Вот так, как бы через вот вещевый забор, его можно было посмотреть. Да, и 19-й год мы тоже как раз о выставке, может быть, сделаем бон-долфый граммат. Мы как бы каждый раз выбираем для наших выставок какое-то специфичное место, стараясь не использовать традиционные залы, потому что у них всегда есть как бы некий бэграунд, они воздействуют. Мы стараемся все-таки выбирать места, которые абсолютно новые и которые как-то связаны с территорией. Ну, в данном случае как-то мы так прямо не нашли место и решили, что ни раз места нет мы его сделаем сами. И было ретонно 4 контейлера, я весь дал такую контейнерную выставку, причем это было глубокую сию было, но между тем достаточно крупоток посетителей, где мы, собственно, вот 4 локации нас было выручено территории города, каждой локации был посвящен отдельный контейнер, где была такая подача, которая информировала, какая работа собственно была произведена, какие визуальные ее результаты и вот, собственно, можно было это увидеть. Ну, и, наверное, стоит сказать о проекте этого года, потому что он такой особенный, а, да, ну, так и на прошлом году тоже, потому что, да, просто важный момент, что мы уже пошли в такой демократической конкурсной системе, то есть мы же организовали конкурс, потом эксперты осматривали проекты, то есть это был открытый конкурс, не то, что мы специально подошли, мы именно как бы дали самые широкие возможности люди, а дальше вы выбираете. проекте. Да, еще очень важно про второй этап, как раз Дима рассказывал, очень важно, что открытый конкурс второго этапа, когда было четыре междисциплинарных команды, у нас, на самом деле, была возможность подать заявку и попробовать войти в эту работу абсолютно для всех. Короче, было одно единственное ограничение, это географическая привязка, люди должны были быть из Петербурга. А дальше было все очень просто, написать мотивационное письмо, что я хочу дать проекту, что я могу дать проекту, что я хочу взять из проекта, и какими я обладаю компетенциями, каким образом было отобрано 40 человек. И, к слову, сказать, что кое-кто Даниил говорил, что из этих сорока, но поскольку это проект такой, люди тратили бесплатно в свое время, свободные от работы, учебы, каких-то других активностей. И я говорил ему, что я не знаю, сколько человек доживет до конкретного результата, потому что это такой длинный, это не интенсивный такой воркшоп, когда люди на 8-7 дней собираются, только 8 дней фигачат вот это исследование, да, а растянут это такое во времени. И на самом деле сорока человек 28 дошли, прямо дошли до финала, до участия в выставке, и сейчас часть из них продолжает быть активными участниками проекта Ветерфронт, пишут какие-то материалы, что, на мой взгляд, для проекта такого очень-очень хороший результат. и вокруг после вот этого второго этапа вокруг проекта так или иначе образовалось, мы вот так интересно считали, круг такой активных людей, которые следят за соцсетями, приходят на такие события, сами обратную связь дают, но это где-то прямо пару сотен людей точно у нас есть зараженных вот этой вот идеей преобразования набережных городских. Ну, теперь тебе, надо сказать, о генезисе власти и, наверное, о конференции в музее воды. Да, да, нас на самом деле до опенком мы объявили на конференции, на форуме, в форуме, как раз, который был через год, после первого этапа, и открывал этот форум уже главный архитектор города Санкт-Петербург, что, в общем-то, очень здорово, и в работе с этими четырьмя локациями мы постарались выстроить отношения с администрациями районов, где-то это получилось, где-то не очень, но вот один из районов прямо пригласил проект, приходите к нам, вы вам высотнабережные, пожалуйста, поработайте с ним. В общем, вот таким образом. Третий этап. Сейчас мы находимся на финальной стадии третьего этапа, который растянулся больше, чем надо, по понятным всем причинам, и мы решили вернуться, да, поработав с таким междисциплинарным, с таким немножко, как бы это корректно сказать, исследовательским, да, подходом. Мы вернулись опять к работе с профессиональными художниками, в прошлом году сделали уже открытый конкурс на паблик-арт проекты в городской среде. Приняли 42 заявки, и из них отобрали 6 проектов, которые вот сейчас, в этом году реализуются, и это такой для нас еще очень важный опыт, что в Петербурге, как известно, делать в городской среде что-то кроме монументов очень сложно, а может быть даже где-то и невозможно, и мы вот временные арт-объекты пошли путем официального согласования, потому что на этапе исследований было нескольких проектов пришлось отложить, например, на набережной реки Пряжки команда хотела сделать такую летнюю площадку с амфитеатром, где собирались бы местные жители для каких-то разговоров, дискуссий просто посидеть. Мы уже заказали материалы, все разработали, мы потом выяснили, что это земля там частная, и что на ней ничего не планируется делать в ближайшие несколько лет, и мы можем сделать интервенцию городского пространства, но буквально до сутки до начала строительства этого амфитеатра мы выяснили, чем это нам грозит, большим огромным штрафом, со всеми вытекалищами решили отказаться от реализации этого амфитеатра. А вот паблик-арт объекты с осени прошлого года по сегодняшний день прямо идет согласование, мы несколько, 5-6 комитетов получаем разрешение, осталось получить разрешение только на один объект, сейчас на один проект, 4 уже успешно реализованы, сейчас мы о них расскажем. Вот, один реализован в прошлом году, это такая тоже временная интервенция, сделанная режиссером модерного театра и художником, работающим с дополненной реальностью и как раз в этом объеме ре-перформанс Тихий город про психоакустические аномалии, которые происходили в Тихом городе во время пандемии. Здесь, конечно, тоже очень интересно, что мы вот этот проект мы ни с кем не согласовывали, потому что там табличка с QR-кодом, которая вешается на мост. Эта табличка удивительным образом на следующий день после ее размещения исчезала. Мы не знаем, кто это делал, кто убирал наши таблички. Расследования не проводили, но, в общем, тоже довольно интересный эксперимент. А вот о проектах, которые мы отобрали в прошлом году, отбирали всей нашей командой. Это такая история опять же демократическая, демократичная, но с небольшим элементом кураторского авторитаризма. Это там, где мы, в общем, каким образом мы, 42 зарядки, мы сначала всей команды составили вонглист, а потом из этого вонглистка вонглист выбирал уже наш уважаемый куратор. И Дима, наверное, сейчас все скажет о проектах, выдранных к реализации. тоже важный момент, когда после второго этапа второго года, когда появилось широкое исследование пространства, мы все-таки дали направление. Можно было дать, я помню, что мы их обозначили, можно было дать, скажем, какую-то идею какого-то вчерашевого объекта, скажем, например, комьюнити городскую до времени, можно было дать идею работы с местным какими-то локальным комьюнити и подать оборудование поработать. И можно было дать какие-то снижения объекты. То есть, да, в целом сфере. Но когда мы в результате просмотрели все эти заявки, я увидел, что у нас нашли художники, которые способны делать адекватные в таком европейскому пониманию объекты в городской среде и это обладает безусловно большой ценностью, потому что мы наконец для этого дозрели. Почему я говорю, что мы наконец дозрели? Потому что работа в Петербурге, в исторические части, она чрезвычайно ответственная. Не говоря, что это центр находится под охранный Венес, но я и сам даже, несмотря на то, что я надеюсь современной искусства, отношусь к этому с большой осторожностью. То есть, как бы, вещи должны очень точно вставать, иметь точное встраивание переклинички, причем до сих пор в городе нет практики понимания, как в Петербурге соединять старые и новые, какие практики были проделаны во всех европейских старых городах. Такую практику, такую идею можно придумать, она получает в результате реализации каких-то анграциозных городских архитектурных проектов. Поскольку все эти проекты были завалены по разным причинам, так этой идеи нет. Это не значит, что в Петербурге нет интереса современной искусственной архитектуры, она все-таки есть, есть какие-то отдельные локальные примеры, которые мы ценим, но в целом есть громадное количество нарушений, и мы видим, как город стремительно двигается к тому, чтобы его просто из списка он исключил. Потому что есть чудовищные нарушения, которые направляющие болезни, включая в том числе и ваш гаспорт. Хотя как не подходит составляет. и соответственно, когда я увидел, что есть такое направление, что у нас есть очень интересные инновационные проекты, которые обладают хорошим приступом качества, я предлагаю коллегам, учитывая, что мы могли взять только 4 проекта, 5, но 5 мы взяли уже, 6, 5, 6 мы взяли еще дополнительные, выделили дополнительные средства, нашли как сэкономить. все-таки это не много, и деньги выделяемые, ну, фиганты, они могут быть не такие громадные, когда приходят. Можно сказать, это маленькие, на каждый объект бюджет 80 тысяч рублей, но как оказалось, что в рамках этих денег можно сделать очень интересный проект, это интереснее некоторых проектах. Некоторые просто привлекали собственные ресурсы, потому что есть амбиция реализовать проект, люди находили дополнительные средства сами, или собственные производственные мощности включали, так, что это тоже важно. Потому что есть возможность реализовать, и некоторые, даже даже благодаря дарим возможность реализовать практически объект города Петербурга. Это просто для карьеры чудовищный успех. Где вы еще такое возьмете? Давай конкретики. Соответственно, первый объект, который мне делал Аня Петербурга, Аня такой художник совсем новой волны. с одной стороны, образование сценографа, на работу ЛГБДТ, но она специализируется на работе со звуком и делает равного рода. Математические звуковые объекты, объекты, которые высчитывают теорию поля, какие-то взаимодействия, конфигурации, которые она превращает визуальность. у них много работают участками молодых у нас в Роском музее. У них уже смешно однек, которые даже кто-то купил, но если посмотреть на нее плотами традиционного покупателя искусства других стран, потому что это такой планшет, на котором есть такая маленькая стрелочка, которая иногда касается смятого пластикового мешка и дает определенный звук. То есть практически кусок мятого пластикового мешка и планшет. работа была куплена коррекционера, потому что в ней ценные деньги. И несколько этапов он был сделан, потому что мы никак не могли, а Аня у нее был принцип, у Нэнзах заходу доходу, у Аня был принцип. Ей нужно было определенное кусок набережной, потому что это истекало идеологических наблюдений, о том, что в городе Иснева это наш приоритет, но при этом во всем набережном основным идут такие мощные потоки транспорта, что вы просто воды не услышите, не услышите, не подойдете, потому что естественно переходы сильно разделены, передвигают лучше не передвигать, потому что проход идет транспорт и чудовищный, и получается такая странная вещь, что наша главная достопримечательность, наше главное богатство, наша река Нева, она никак не отделена практически от жителей, от туристов, которые приезжают посмотреть, ну, когда они не могут увидеть, а непосредственно прогуляться по набережной, к тому же вы не слышите самую как бы звуковую картину, она запрещена своими машинами, и сначала потом сделаем такой эксперимент, видя такого временного объекта, с которым вы делали эту перфонс, а потом уже удалось чудом, я считаю, что это подвиг нашей команды, посвященный подвиг, когда представляете, ведут Тропавловские крепости, который гостиницы Москва, пацанар, вот так на одного или неустановленный объект, где можно подойти послушать воду, и в лес, и это очень здорово, и причем про это все написали, это понятный абсолютно объект, и он с понятем широкого зрителя, он не какой-то смороченный художественный. Давайте расскажем про Тердог, а потом я расскажу. Хорошо, вот следующий, вот «Бремия Махарик», это тоже выход речи Смоленки, Новосельск Мостры, устье, где она сливается с Моленой, там такая транспортная история, с одной стороны стоят ветера, которые возят китайцы, а здесь ближе к мойке стоят обычно баржи, которые чистят дно канала, перевозят песок практически, всякие домовые отражения, и там были вхолоченные с давнего времена какие-то странные ржавые трубы, которым эти баржи просто цепляются, чтобы их не здорово, они такие причальные, по сути, и «Бремия» гулял, ему это понравилось, и он себе представил любимую витафору Петербурга, тонувший город, ушедшего под воду, исчезнувшего города, существующего отчасти, и буквально к этому существующему объекту он добавил только небольшой элемент, вот такой оголовок каринской колонны, который сделан из металла, и в результате просто можно пройти мимо и не заметить, практически, но это даже важнее, потому что это создает тот самый советский цирик, надо сказать, что пока это один из самых любимых народных объектов, где-то 600 лайков сразу прилетело. Они просто еще не дошли до пряжки, потому что это, да, сейчас вот хочу, да, давай расскажем про Домик для уточек еще. Домик для уточек мне очень нравится, да, это вот наш чудесный Александр Дарынин, он еще это важное активистское сообщество на пряжке, он такой глава активистское сообщество, он недавно переехал в этот дом, в этот район, переехал из окраины Петербурга, и это такой исторический район, находится недалеко от Новой Голландии, и он очень хочет жить красиво, вот, и комфортно, красиво, и всячески старается благоустроить, облагораживать ту среду, в которой живет в районе, на районе Коломна, привлекают соседей, и вот один из его, там он размещает разные инсталляции, сделал во дворе даже такой концертный зал, разместил там в заброшенном доме колонки, которые мы продаем только он, включая классическую музыку по вечерам, очень красиво все это звучит, в рамках наших высаживают сирень, растения, сейчас они даже взяли под шерстом все газоны, они высохли все время жары, они привезли культиватор, спахали газоны, заработали рассеяли, вот Солдрама тебе месленник, у него есть мастерская кузнечная, поэтому есть такие ресурсы, есть не только светлая голова, но и золотые руки, да, и вот в рамках нашего проекта Александр сделал такой вот домик для вытачек. А может реально только литвая птица? Сейчас как раз про это хочу сказать, что когда мы согласовывались с комитетом природопользования этот объект, комитет природопользования, несколько комитетов на самом деле сказал, что мы не возражаем, пожалуйста, устанавливайте, но коллеги, просим обратить ваше внимание, Полина у нас занималась согласованием, и там написано, просим обратить ваше внимание, что водоплавающие птицы это очень независимые, свободолюбимые существа, и какие-то специальные домики для них не нужно, они как отлично снизятся, найдут себе место, где, в общем, это. В результате, через 2 недели после установки этого домика утки там поселились. Самое прикольное, что это ведь настоящий домик, там стоят солнечные панели по вечерам, включаются свет в их домиках. В общем, и Александр был по сути такой, что утки живут лучше, чем некоторые люди в этом городе. В общем, вот так. Ну и, понятно, что всех еще висели названия, мы принимаем какая-то референция отчасти про известную зону для лодочки. Но в данном случае я сделала архивца народа. Промангал. Промангал. Значит, громадная проблема сегодняшней Петербурга это приращивание территорий. Она, я знаю, на фанинске тоже знакома, да, то есть это заболоченная территория, которая открывается песком. Я так понимаю, что даже пока не она делалась именно по петербургской технологии, то есть когда полочные территории с помощью специальных водных насосов, они просто перекачивают песок и позволяют сделать из них уже пространство, которое можно застраивать. У нас вот в свое время, там, в 90-е годы еще на Российском острове, а это было сильно на полочные территории с петербургской племыр, все-таки набрали территорию, построили здания и покупали квартиры и получали квартиры с тем, что они получали просто эффектный вид на воду. Но прошло время, девелоперы отсыпали еще кусок и теперь просто перенеслили следующие здания и никто не говорит, а собственно идут наоборот в сторону расководства, что еще двое, еще поставят и так далее, и так далее. Это Дима рассказывает о том, почему мы это место выбрали. Сейчас такая ситуация зависла, потому что они отсыпали драматный кусок территории, которая находится замужем, замы, где-то, немножко опущены вниз в такой открытый туннель. И эта песчаная территория, которая какое-то время была огорожена забор, но народ видит, что там ничего не происходит и потом это склонная территория, потому что народ постал, что вы можете строить, и так далее, и так далее. И человек использует как пляж, потому что действительно ароматная песчаная полоса. И вот нам можно ее сходить раз, если это и так далее. Но и просто проломили этот забор в конечном учете и как-то сделали партизанским татистом. естественно, как всякие неформальные территории, она чудовищно замусоривается. И тем мусор, приносят, и популярное время провождения, то есть прийти с марганчиком, пожарить шашлыки, там что-то, и потом этот манкапус дешевый, его там бросить. И просто все эти территории стали чудовищно возвращать, потому что естественно они пока лечейные, никто их убирает, и ни в какую службу нету, или в лучшем случае поносили на краю территории просто все это заросло какими-то чудовищными грузами мусора. И вот одна из активистов Дарья Белевина, которая сейчас погуляет с собакой, она предложила такой отец, который провокцировал, ну, это же, мы это наблюдали на самом деле тоже очень интересно в той швейце, когда при большом магазине людей не только людей еще мотивируют например сдавать бутылки, потому что стоит автомат, который за бутылку сдает денежку. То есть ты уже не просто ее выбросишь, ты принесешь, а люби разного социального положения. Они приносят с удовольствием получают обратно деньги. То есть такие как у нас там тоже сейчас появились люди, которые уже металл собирают работу. На самом деле такая нормальная практика, даже минимальные деньги, она не позволяет самоочищать другое. Но при этом хотелось создать такой президент еще для этого внимания, и был создан такой объект, который с одной стороны представился такой артоплеты, с другой стороны вот эти вот щели. Это для того, чтобы возможно было складывать эти самые использованные мангалы, которые разбираются, а для того, чтобы не забивалось посторонним мусором, они были сделаны пещеревыми конструкцией, но и там забор, который тоже использовал как такое средство. Это были четыре реализованных проекта, у нас еще два проекта. В стадии подготовки это проект очень интересно, потому что несмотря на то, что говорят, что нет, очень сложно добирать культуру, наш автор не стоит уже две работы в городе, но в парках, но между тем, в этом году она получила премию из рук губернатора, как культурный деятель, есть флаги, но несмотря на это придуман проект о том, что вот эти вот такие культурные продолжения, есть Черная речка, там она тоже оформлена зеленым газоном есть гранитные спуски, но они пустуют, нет как бы для жителей этих районов нет никаких объектов, которые подчеркивают эту культуру, причем сделаны даже тумбы такие, но они пустуют, и вот она придумала такую историю, чтобы эти львы, которые еще делают переключки стильных старых памятных, которые стоят уже в территории, держат на площадках, но она пробивается пока сложнее всего, потому что местные обладатели на всякий случай всего боятся, несмотря на то, что они говорят, вот посмотрите, подношапка, вот он жмет у гламенратора, вот ей вручают медаль за это самое, не получается. И последний проект, мне кажется, он очень важен, важен в нашей тактике, он назначен для организации был не псевдология, а в городе спутники в Советске, но это такой прикольный город-куроль, такого, но просто немецкого качества, как Петербургом, где находятся другие дороги, где ленин прятался, то есть это такая мелкая лужа, но с громадным количеством живности, в ней там очень приятно ходить. Но во время перестройки соответственно вся инструктура легла, то есть если были раньше причалы, где можно было арендовать лодки, поплавать безопасно достаточно, сейчас этого ничего нет, есть частники, которые держат лодки, то есть практически эта территория не может использоваться людьми, которые там могут приехать на выходные и в случае какой-то фронт. И вот Ангеса Вадралина, которая собственно керамист, закручившая луку, а другой стороны много заработающей социальным проектом, она предложила такой проект, который продлевает современные идеи капшеринга на капшеринга на такую возможность зарегистрироваться, обозначить время и получиться. Вот на цифровой замок на лодку, который пристегнут дверей на набережную. И вроде бы все получалось хорошо, пока мы не уснулись просто невозможные. Дело в том, что лодки входит в пречное законодательство, которое прописано юридически со временем ременда. Кшмокаты в велосипед не входят и это не касается. в велосипеде техники правил ареста безопасности, потому что нужно делать с кем-то лично. А мы старались как раз сделать это для нас же инструктор, там должен быть лед. Важный был момент, который мы все время поддерживаем в наших проектах, для того, чтобы переложить ответственность к этому. Потому что жители поняли, что это некая благая спущенная власть на них. А что-то принадлежит им, они сами должны поддерживать и таким образом приучать совершенно другую психологию. Вот сейчас как раз перейдем к этому проекту. Нам к северным нашим партнерам присоединились партнеры из Нидерландов. В 2018 году я подала заявку в фонд поддержки креативных индустрий при Министерстве культуры Нидерландов. Нашла партнеров в Роттердаме. Катердам, как вы знаете, может быть некоторые из вас являются городом по противным Петербургом и предложила в общем мы предложила растянуть ту историю, которую мы делаем с северными нашими партнерами на Нидерланды и сделать арт проект уже с нидерландскими художниками авторами. Есть такое бюро, они не архитекторы, это художники. У них в их команде есть один архитектор, 5 человек бюро называется обсерваторием 25 лет уже занимаются пабликарт проектами по всему миру приличественной Европе. И мы выиграли этот грант, опять же, состоящий из трех частей, сейчас идет третья часть, но это вот результат второго этапа. Первый этап мы пригласили наших нидерландских партнеров в Петербург, вместе с ними с нашими экспертами посмотрели несколько разных территорий и локаций, с которыми могли бы поработать и сделать нечто, чтобы привлечь внимание к территории. В итоге остановились на этом куске намыва в городе Ломоносов, потому что нас туда пригласили местные активисты. Мы подумали, о, как здорово, уже есть люди, которые лоббируют развитие этого места, давайте их поддержим. На самом деле очень интересно, что формально вот этот кусок земли город Ломоносов стоит на Финском заливе, приграничный в какой-то мере город, и там нет официального пляжа. Последние лет 30 точно, лет 50 назад он был, людям нефти просто официально пойти искупаться. И вот этот кусок земли используется как пляж, на самом деле по документам. Это склад песка. До начала фестиваля прогулялись по напряжной, как у нас говорят, от моста до моста. И это была не просто прогулка, мы пытались выявить, что это какие-то важные, может быть, с одной стороны полевые точки, а с другой стороны места силы. И я, конечно, изначально в программе заявлен не был, но в нее, так сказать, гороломный лес с нашим музейным концепцией, музейным проектом пока еще так сказать, болтающийся в таком безвоздушном пространстве в формате концепции, связанной с всем известным зданием морского речного вокзала в Ахангельске, всем известным без шуток в общем здании, потому что если кому-то приходило в голову изучать изображение 500 рублевых купюры, то, собственно, на этой купюре это здание не изображено. Вот, собственно, так выглядит зимой. Концепция заключается в том, чтобы, значит, организовать там масково-культурный центр пока условным названием, но мне очень нравящийся, с идеологической и прочим точки зрения, сермой путь. Здесь еще и такое реваншистское немножко заложено ощущение, да, мы тут с Мурманском конкурируем за кто же тут на самом деле настоящая ворота в Арктику, так что здесь немножко как бы заставляем эту историю, потому что, собственно, ворота-то мы на самом деле, они сейчас на эдаколах в Арктике ходят. Так, Листа и Яда, это все. Ну, вот замечательная фотография, кстати, это место, фотография 23-го года, по-моему, на этом месте сейчас находится Северный Московский музей, где стоят эти симпатичные люди. Вот, собственно, говоря, с какими тегами у неархангела Гороза ассоциируется, собственно, Архангель, да, помимо того, что он видит на пиесах Рублевки, а, собственно, в основном это он именно и видит там, собственно, какая, знаете, очень многократная куклета в Арктике. Первый порт России, родина российского сфотостроения, ворота в Арктику, поморы, северный ременал, треска, тоска и, к сожалению, тоска. Вот за тоску в основном мы сами отвечаем, сами по ее поводу переживаем и часто переживающим в Архангельск она не чувствуется. Но если нам кто-то скажет, что здесь тоска, мы, конечно, очень расстроимся, потому что мы же патриоты. Вот. но на самом деле вот этих вот вот этих понятий, вот этих тегов, которые считываются сразу же со стороны, казалось бы, да, или ожиданий, скажем таки, да, от Архангельска, практически, практически приезжающий человек не видит или не чувствует, потому что море, море далеко, нужно ехать в Северодвинск, а Северодвинск это уже не Архангельск, ворота в Арктику тоже можно ощутить только в морском порту, где стоят более-менее крупные суда, на реке только в последнее время стало появляться какое-то количество судов, в общем, с активностью компании МРТС, поморы, тоже непонятно, где, собственно, на них посмотреть, нужно тоже ехать, куда-то вообще далеко и надолго, да, Северодвинск, да, но как-то с ней коммуницировать, нет даже долочного проката, вот коллеги меня спрашивают, как покататься по реке, я не дал какие-то тайные мобильники людей, которые могут покатать на яхтах, но это, в общем, очень такая внутренняя, какая-то локальная история, которая, в общем-то, не присутствует в городском пространстве. Что, в общем-то, мы имеем, да, то есть я сказал, что мы не имеем, что мы имеем, ну да, мы имеем Северно-морской музей, но он очень маленький, несмотря на свою, как бы сказать, такую активную жизненную позицию в культурном пространстве города, он действительно помещает себя достаточно ограниченное количество людей, не позволяет, так сказать, реализовать те планы, желания, идеи, которые в музее существуют. Кроме того, есть исключительная физическая потребность, у нас просто уже нет возможности складировать предмет коллекции, ограниченные объемы фондовое поднилище и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мягко говоря, музей у Кесна. Кстати говоря, музей находится в высшем здании морского вокзала, который был до постройки здания морского вокзала, о котором я говорю. Есть памятник Петухиевым, который мы тоже все знаем, по 500 рублей, есть Новодинская крепость, в которой очень-очень трудная логистика, там нет причала по воде, это практически невозможно попасть, по земле, тоже очень-очень проблемная и неприятная такая дорога, мягко говоря, не туристическая. Правда, за последнее время появились две замечательные верфи, которые строят деревянные традиционные суда и, если знать, не является, помимо того, что реальным производством, является еще и интересными, отличными открытыми пространствами, это, конечно, очень сильно расслабило эту дефицитную напряженку в морском таком, морском имидже Архангельска. Есть район Салумова, традиционный Сейлор Таун, такой, где родилась первая российская государственная судоверфь, но объектов мы смотрим крайне мало и вообще все объекты осмотра, связанные с морской культурой Архангельска, они находятся в очень, ну, как сказать, длительном расстоянии друг от друга, поэтому даже провести вот такую комплексную, неутомительную даже автобусную экскурсию по этим объектам, под названием там Архангельский морской порт очень, очень проблематично. Ну и есть здание морского речного вокзала, которое с недавнего времени предано, приобретено городской казну из частной собственности и с идеей там действительно сделать некое социальное такое общественное какое-то пространство, да, но какое, вот и вопрос, вот вопрос. И, собственно, находясь уже, так сказать, условно областной собственности, оно тоже как будто находится в подвешенном состоянии, там то открывают рынок, то там коллеги из молодежного театра устраивают такую интервенцию в виде спектаклей современных, ну и там инсталляций, но это как бы такие все разовые процессы, здание, в общем, не эксплуатируется по нормальному смыслу словам. Конечно, существует вам всем известный опыт международных портовых городов, где международный портовых городов, морские музеи являются не в стопоцентном смысле музеями, да, вот таким интернациональным центрами, которые отражают за морской имидж региона, морской имидж городов, это такие популяризаторы морской культуры с большими объемными локациями, своими причалами, своими судами, с самыми разнообразными активностями на тему морскую, морская тема безгранична совершенно, вот, поэтому работать есть с чем. Ну, вот это 500 рублей рынок, который, надеюсь, все знаете, вот, собственно, здание в летнем, так, в своем виде, когда оно еще работало как рынок, а с левой части это ресторан «Север» «Север» оно, к сожалению, никак не задействовано, но и слава богу, что не задействовано как рынок, то есть оно ждет своего часа, да, вот сразу же быстренько пробегусь по цифрам, все-таки это важно, наверное, понимать, вот площадь здания 5000 с половиной метров, застроенная площадь 4 с копейниками, нам видится, что форма реализации на главный государственный проект государственное частное партнерство, предполагаемая общая стоимость реновации около полумиллиарда рублей, 450 миллионов, но это такая условно уточненная сумма, вот предполагается, что частные инвестиции 250, государственные 200, но это только очень все пока очень все пока поверхностно. Есть разбивка по периодам есть совсем прямо укрупненная дорожная карта, которую мы разработали вместе с Петербургским архитектурным бюро оркестра на счету которых Тульский культурный центр Октава и музей Станка. В чем-то мы брали за пример это общественное пространство, потому что как раз соединение общественного пространства и музея. научно-технического как это собственно не является морской бюро. Ну здесь такая подробная разбивка по этажам, что вы там себе представляете, сейчас я расскажу об этом более выгрупненно, чтобы вам кто-то не мучить какими прощенными. перейдем. Ну собственно говоря, она же в наших планах переезд Северного морского музея туда, естественно, да, иначе я с этим заводился. Само здание из себя представляет архитектурно обыгранный образ корабля с этой настройкой, с большими пространствами открытыми, застекленными бывшего зала ожидания, что на самом деле для музея может быть с одной стороны проблематично, а с другой стороны это можно использовать в плюс. Это как бы немножко усложняет задачу архитектора, но тем не менее можно получить очень интересное оригинальное музейное пространство, притом мы не выставляем живопись, например, что для живопись это проблема была, мы все-таки работаем с крупным объемом, с всякими металлом, геремом, поэтому для нас может быть окна не настолько проблемные, как для верея, например, в нем. Естественно, помещение для хранения музея интернетов, надо сказать, что морской речной вокзал только на поверхности, два этажа работают, еще два этажа вниз, поэтому там могли конечно уместиться еще и как раз профессиональное хранилище для коллекции, у которых у нас страшный-страшный дефицит, мы, конечно, пополняем нашу коллекцию, на сегодняшний день более 25 тысяч экземперов хранения, и мы остановимся на этом, естественно, не собираемся, да и никто не собирается, но такое задание в конце концов есть, поэтому будет расти и расти, и вот, конечно, помещение для хранения для этого необходимо совершенно. туда могли записаться мастерские для судомоделистов, надо сказать, у нас в области очень сильное судомодельное сообщество, есть чемпион мира, чемпион Европы по судомодельному спорту, но сейчас их выгнали из тех помещений школы, где они находились, и они находятся в таком отвешенном состоянии, и, конечно, отсутствие постоянного оборудованного помещения может грозить тем, что это сообщество начнет посыпаться просто, и ребята могут разъезжаться, потому что в основном это люди, как ни странно, молодые, и уже, я знаю, они уже уехали из региона, и, конечно, появление вот такой профессионально оборудованной тематическом месте судомодельной мастерской, где могли бы проходить не просто, где бы они не просто работали, а они еще бы и обучают, потому что у нас в музее работает главный педагог по судомодельному спорту, здесь Виктор Ничевухин мог бы вести свою школу и этот узором, вот, и, понятное дело, деловой центр, конечно, должен обязательно появиться там, потому что здесь постоянно в регионе проходят самые разные деловые конференции, брифинги какие-то, связанные с развитием Арктики, судостроения, арктической логистики, науки и так далее. Такой деловой центр в таком месте был бы, конечно, очень востребован, и это могло бы быть с такой доходом, кстати, в первую очередь. У здания есть смотровая площадка, где когда-то находилась офис капитана порта, тоже, мне кажется, очень востребованное было бы место. Открывается удивительный вид на акваторию порта, на город. Конечно, рыбный ресторан с традиционной кухней, потому что в Аркангельске один из главных запросов, кстати говоря, которого не сказал, где поесть свежую рыбу, ответ на этот вопрос нигде. Вот, на данный момент нет ни одного тематического ресторана с региональной кухней, ну, по крайней мере, мне неизвестного. Конечно, в таком месте было бы очень, очень востребовано, очень правильно открыть подобный ресторан. К тому же, всегда при морском вокзале, что будучи в новом здании, что в старом здании, там всегда был ресторан «Север», пусть не с региональной кухней, но, по крайней мере, с региональным названием. Конечно, книжный магазин «Северная лапа», куда же без этого, это всегда очень здорово, и в нашем музее, многие, наверное, знают, я выделяю этому особое внимание. Всегда работаем с местными представителями экономии, сообществ, никогда не пользуемся китайской продукцией, стараемся работать с региональными производителями, сувениров, с издательствами, которые работают с этой тематикой. В общем, мы более-менее понимаем, что делать в этом случае. Территория вокруг морского и речного вокзала достаточно обширна, часть из нее относится к зданию, часть из нее это печальная зона работающих, живых причалов Росмопорта, но с Росмопортом у нас очень хорошее отношение, и они знают о существовании этого проекта, и, как бы сказать, в общем, поддерживают его, и проблем здесь не должно возникнуть. Конечно же, вот эта картинка всем известна, особенно петербуржцев, детская площадка в форме корабля в Новой Иландии, в Санкт-Петербурге, кстати, корабль, очень похож на тот корабль, который стоит в зале нашей экспозиции Северноманского музея, так что мы собираем такую танцилку. Конечно, Росмопорта вообще не хватает деревянных, тематических на тему Севера, на тему моря, детских площадок, не то же этих не хватает, как в Астане, но за Северой китайских вот этих цветных расписных площадок удручает, они все ставятся и ставятся, к сожалению, в городе. На здании Московичного вокзала плоская крыша. Конечно, как амбициозно очень звучит, может быть, люди, работающие в строительстве, мне скажут, что это практически нереально, но знают, что это делается во всей Европе, но если это делается, значит, это возможно. Ботанический сад на крыше, причем ботанический сад из арктических тунгровых низких растений, этот проект мог быть осуществлен, ну, например, с Северно-марктическим федеральным университетом, что было бы, конечно, очень здорово, и чтобы они курировали это и поддерживали вот состояние крыши как бы ботанического сада в хорошем состоянии. Это могла бы быть такая очень важная и интересная коллаборация с университетом, при этом, конечно, замечательный объект осмотра и вообще такая сайнс, калчур, история. Ну, и, конечно, такому объекту нужно свое судно для экскурсии. Я здесь разместил картину нашего многострадального коммунара, но он, стул судна, уже, к сожалению, неходящий, это судно стоечное, но есть идеи, варианты, если проект будет развиваться, прибыльский реальный судно осуществлять речные как минимум прогулки, тематические, экскурсионные, потому что у здания появится живой причал, который можно спортоваться, на который можно принимать пассажиров и, конечно, грех этим не воспользоваться. Ну, и, собственно говоря, спасибо за внимание. Вот тут вкратце об этом проекте. Вот так иногда выглядят причалы около морского речного вокзала, если бы этот проект осуществился, я думаю, активность была даже улучшена. Если какие-то есть вопросы, я бы быстро могла ответить, чтобы не отнимать у коллег время даже. Спасибо. Спасибо большое, Евгения. Мы продолжим тему с нашими экспертами. Поглашаем Омару Губинишко, Лениару Ясукову, Дмитрия Васильевнец к нам вновь и Ксению Ксению. ее пока не А, Ксению. Сейчас на столчик. Во-первых, нам бы хотелось перейти немножко более интерактивного формата, так сказать, к Симе, да, потому что бесконечный интервью не то чтобы нам, вероятно, нужно от презентационного формата перейти в более рабочий и следующее время сколько у нас осталось? Это 12 часов, Нам нужно, ой, нисколько не осталось, почти полчаса. Нам нужно полчаса делать интеллектуальный рывок. И мы надеемся на вашу поддержку. Я позволю себе присунуть начало поддерживать. У меня в общем четыре пункта относительно тяжелых, которые требуют интеллектуального усилия, но еще несколько полегче. Выглядит они так. Первое, что бросает за глаза, когда пытаешься ознакомиться с набережной цельностью, это то, что цельность она из себя не позволяет, она имеет довольно мозаичный вид. Не так. То есть, от куска в куску, когда идешь от моста до моста, ты видишь, да, присутствует некое равновесие, тут песок, грани, там асфальт, бетон, тут какие-то заборы, видно, что какого-то общего замысла и какой-то композиционной цельности это набережное из себя не представляет, не так ли. Но это неплохо. Это хорошо. Каждый идет туда, что нет, да. Теперь смотрите, вот это набережное, оно вот так скобки, огибает весь год, ты, я свой сам член, я свой сам план, да, и это один из самых больших объектов, который показывает цивилизационное состояние города. Это лицо города просто существует не его площадь и не его там какие-то отдельные узлы или даже архитектурные ансамбли. Вот вся это набережная, это один большой объект, который показывает нам цивилизационное состояние с этого города к настоящему моменту, который выглядит из цепочки мебриалов, цепочки фрагменты, которые имеют утистарное значение и те места, которые никакой мыслью не охвачены, если мы говорим про набережную Кузь-Нечихи. Это не набережная, а береговая полоса Кузь-Нечихи, и набережная довольно трудно назвать. И это навело нас на мысль, спорно, вы говорите, что разнообразие это хорошо, но, может быть, давайте мы не наставим на том, что вы присвоите наши мысли, они будут просто поводом критически по разному ищутся. Если мы будем продолжать так посочничать, то никакой концептуальной ценности из этой набережной или лица города не получится. Пока мы будем строить одни участки, а другие будут продолжать находиться в запустении, это значит, что мы будем воспроизводить вот эту кусочность и отсутствие какого-то замысла. Мой тяжелый пункт заключается в том, что нужен другой подход. Нужен подход, который охватывает концепцию набережной целиком. Второе, мы не можем прямо все сразу одновременно построить. Два. Мы должны от музаичной кусочности перейти к итерационному подходу, делать такой дизайн набережной, который позволит следующим поколениям со своими идеями, со своими практиками использования береговой линии, воды, гражданскими практиками репрезентации своего гражданского общества крепиться к набережной, а не к береговой линии. Вот этот итерационный подход, мне кажется, отличает современное набережное от дизайна набережной предыдущих жилья могу что-нибудь дополнить. Давайте я тогда дополню к вашей мысли о том, как набережная может выглядеть и, собственно говоря, про дизайн набережных. Я думаю, впоследствии мы покажем примеры северных стран, поскольку мы приготовили презентацию с разными подходами, но я хочу продолжить мысль, о которой говорила Алюмина, про то, какие активности и какие мероприятия проходят на набережной. То есть мы, наверное, зачастую говорим о каких-то физических объектах, о каких-то местах, в которых люди, но мне кажется, очень важно понимать целостность набережной и в плане тех активностей, которые есть на набережной. И мы прошлись два дня назад по набережной, вчера я специально вечером еще раз прошлась, прогулялась, посмотрела, какие активности есть. И на самом деле, конечно же, набережная днем и утром и вечером живет совершенно разной жизнью и совершенно разные потребности угрожан. Это и спорт, это и какие-то там детские площадки, это детские сады, которые выкуливают, это и спортсмены. Вчера была симпатичная пара званинная на реках в самокатах и четыре разных группы музыкальных. В том числе была группа эстрады, я понимаю, что она здесь известная карьер-группа, которая давала совершенно бесплатный концерт. И мне кажется, что когда мы продумываем, каким образом выглядит набережная, можно воспользоваться опытом, о котором вчера говорила Оля или представляла выставку французскую, это набережная Сены. Если вы внимательно посмотрите на те слайды, которые стоят около театра, там есть отдельный слайд про программный план для набережной. Мне кажется, активность мероприятия программы это то, что в том числе нужна набережная Архангельска. Это некая институция, в Париже была проектная группа архитектурная и плюс некоторая некоммерческая организация набережной Сены, которые разработали план все сезонный, это подчеркивается, все сезонный план на все месяцы, на все погодные условия, на любое время суток разных активностей. Горожане знают, что если они сегодня придут на набережную, они увидят концерт или это будут спортивные мероприятия. Поэтому в качестве такого посыла можно воспользоваться идеей, которую коллеги нам уже дали и продумать программный план. Но все-таки продолжая мысль, которую мы рассказывали с Альбиной в рамках курса по Эветсменеджменту в Школе Экономики, Альбина уже вкратце рассказала о том, что мы дали возможность студентам привести события. У нас не было какого-то одного объекта, это были совершенно разные локации, но важно было в том, что они были у воды и как Альбина уже говорила, с неким что может быть я субъективно здесь сужу, я не знаю состав участников, но я здесь практически не вижу студентов, есть ли они здесь или нет. Мне кажется, молодежь, есть ли студенты? Они похожи. Да, но представители университета СОРГУМ, что мне кажется очень важно в такую ростопытийную деятельность вовлекать в том числе на примере нашего опыта, например, привлекать студентов у вас есть прекрасный СОРГУ, большой университет с большими разными проектными командами, мы регулярно с ними встречаемся например на словках, мы знаем как они классно кратили проекты, поэтому почему бы совместно с университетами или совместно с какими-то молодежными движениями около университетов не делать такого рода программу в качестве проекта для студентов. Вот у нас это получилось и мне кажется что такой опыт можно перенять, он не требует каких-то финансовых вложений, это некое сотрудничество между университетом и активистами и студенты говорят о том какие мероприятия нужны, они собственно являются главными, главными потребителями и гуляют по набережным. Вчера еще раз повторюсь в рамках концерта была явно такая музыкально-театральная тусовка, которую нужно где-то выступать и показывать, поэтому можно создавать такие проекты. когда мы перехватили студентов здесь, во-первых это для студентов выход за предел вот этого студенческого герметичного комьюнити и делайте для самих себя там, да, а во-вторых да, делайте для себя но у нас была задача такая, чтобы поработали студенты поработали с аудиторией городской с людьми разного возраста. Они были конечно очень удивлены, что пришли какие-то люди в возрасте 70 плюс лет присоединялись для них наиболее восхищение наибольшее восхищение там делали клинер одни студенты вызвало то, что вот люди мимо проходящих нам присоединились конечно в этом не в общем да, но, Альвина частично показалась какая-то просто еще раз в качестве примера дотрите ваше внимание это любого рода активность и здесь можно как в примере со студентами они взяли кандидатский опыт у нас была такая задача проекта но здесь можно вспомнить всевозможные игры которые были в поморах например и в целом были в Советском Союзе какие-то школы но здесь еще раз повторяюсь это был пример скандидатских стран то, что сейчас во всех городах пользуются популярностью это йога либо это какие-то стретчинг либо фитнес и всевозможные такого рода мероприятия и как вы видите в следах показалось что в них пришло мало на самом деле для йоги было довольно-таки много ну и конечно же это различные квесты и мне кажется это тоже можно разработать разрабатывать со студентами исторических фокусетов или лингвистических почему бы нет это с любыми студентами ну и конечно же пленеры я думаю что такого рода пленеры можно явно сделать и у вас спасибо и так давайте такой пункт зафиксируем что набережная в современном понимании это не отливание в граните каких-то концепций и представления и репрезентации их самим себе набережная в современном понимании это инфраструктура самореализации горожан в гражданских практиках в практике социальной культуры и развития социальной культуры именно поэтому у них совершенно другой федеск следующий пункт который хотелось бы успеть перейти и обсудить извините это то что в рамках реализации проекта комфортной городской среды вроде как проектировщики вместе с социальными учеными вместе с жителями горожанами и предпринимателями вроде как научились привлекать проекты аспекты социальной культуры развития социальной культуры от этого в общем проекты имеют менее мереальный более гражданский дизайн следующий компонент который стоит у нас на фону который мы должны не упустить в дизайне общественных городских пространств и набережных уж тем более это компоненты которые позволяют разворачиваться не только социальной культуры но и природная макология коллеги ученые историки если есть действительно какие-то пункты которые очень хочется обсудить хорошо и так природные компоненты это гораздо более тяжелые в проектной практике компоненты учет их интересов нечеловеческих агентов почему потому что если социальные ученые могут спросить граждан предпринимателей каково их чаяния надежды и наиболее голевые моменты то как бы спросить с лом паучков по лицу плинчик для рыбок и тому подобных вот этих участников пространства у которых прав на него не меньше чем у нас в городском пространстве вот этот аспект это в общем нужно немедленно принимать в будущем в дизайне наиболее тем более что повод для опять же береговой линии гудничихи я помню что минимум пенденли для и да и опять же современная практика показывает множество этих примеров каким образом в каком дизайне можно осуществлять скорую дистанцию совместно существование развития в одном пространстве социальной культуры людей и природных компонентов следующий гроз о котором тоже хочется перейти это невозможно не заметить что когда еще раз воспринимаешь набережную как целиком это какая-то мозаика из мемориалов различных лет запущенных территорий и утилитарных фрагментов понятно обращение к мемориалам это всегда беспроигрышное основание как и что делать в каких целях и в каком дизайне но да и понятно что это практически бездомное бесконечное наверное источник различных сюжетов то один адмирал то другой адмирал то тут погибли то там но в конечном счете если мы говорим о том что городские общественные пространства репрезентируют современное цивилизационное состояние города они его показывают так или иначе нам приходится и придется как-то от мемориалов перейти к тому ради чего все эти бесконечные жертвы были принесены все-таки к презентации той гражданской жизни ради которой они все погибли где это как оно выглядит как оно должно как оно будет выглядеть это большой интересный вопрос и тут мы находим и мы увидели это в прогулке по набережной другие аспекты которые позволяют нам обратиться к другому прошлому вот эти балластовые булыжники которыми засыпаны на набережной Кузнечиха глядя на них мы вспоминаем булыжную отмотку которую он показывал только что Евгений вам показывал на месте музея да и множество сюжетов мы там находим историю с мыльным камнем историю с липами по которым спускали остатки собственно варианта конструкции спускали сюда в рельху и там подобных сюжетов в конечном счете современный дизайн говорит о том как мы работаем с этой историей здесь не что мы из нее мобилизуем как мы с ней работаем как мы находим ростки будущего покоря наше наследие историческое вот именно тут мне по крайней видится какой-то ресурс для другого и гораздо более актуального самого дизайна намережни мне поразило что через следующие дни мы делали фокушоп в том числе жителям я сам его смотрел и одним из приоритетов который был выставлен финалом города что это такой город испытания город экстрим что предполагают заранее что сделать ничего невозможно и поэтому экстримы становятся гордости как бы некой комфорт предполагается что он недостижим мне кажется что это не совсем правильная вещь потому что комфорт достижим везде мы видим как в русской северной страны наши соседи важный момент безусловно восприятие надежной как ценностного броскового культурного объекта выделяем его ватильный блок смещение по нескольким параметрам первый параметр это то что традиционно местом общественного сбора в советское время и даже в русское время считалась площадь а почему ей не может быть надежная у вас она достаточно широкая она может быть общественным пространством а не площадь да вполне себе и тогда когда восприятие такого объекта становится видимым целостным сразу же легче решаются вопросы уже которые связаны со сфотове юридическими проработками мы видим просто тут зашли в ступор некоторые моменты связанные с переделом собственности где сталкиваются интересы муниципальной собственности федеральной собственности а также морской приближной собственности где невозможно договорить но выглядит странно когда действительно я понимаю что проблему обсуждалось и мы слышали да все равно упирается в невосходности что набережная прерывиста ну как такое возможно она не может быть прерывиста это единый организм да соответственно этот организм еще требует как бы единого управления не единости изданинской безусловно мы тут не говорим да а единой концепции единого управления в том смысле что мы должны себя прекрасно понимать что это короткое а как раз мы когда расцениваем это как ценность общественного пространства соответственно какая-то перспективная программа исходящая из опыта эксплуатации которую мы наблюдаем что делают люди она должна быть рассчитана на целый год и соответственно инфраструктура ее может быть уже специально подготовлена как то например очень странно наблюдать ну мне объяснили почему но это опять-таки не это какие-то лишние странные сомнения почему есть пляжная зона она не обеспечена инфраструктурой вообще люди сами должны как-то решать вопрос где переодеться где лежат где затенения и так далее понятно что ползает лед санитарный туалет понятно что ползает лед и вещи могут разрушить но значит это просто опять-таки фундаментальное решение связанное с тем что должны быть временные разработанные конструкции которые ставятся на этом и убираются как то соответственно когда они убираются приводится туда структура предназначенная для зимнего использования этой набережной потому что нам сказали что действительно это есть в городе зимние виды спорта рыбалка лыжи и не говоря уже о пешеходных линиях которые естественным образом проходят прямо через реку зимой соответственно раз она и есть под эту основную структуру то есть это тот самый комфорт которого мы избегаем почему мы должны его избегать потому что мы считаем это невозможно а он возможен он возможен он инженерно продумывается там есть опыты которые мы можем перенять и в образом применить эту конференцию мы должны привыкнуть к тому что мы можем себе позволить жить комфортно я хотел бы подхватить эту позитивную ноту и перейти к пункту который называется три потока она отвечает на вопрос как с чего начинать тяжелый вопрос земель все тонкости размещения интересов на набережной архитекторы решат исходить в своих предоставления они должны проектировать их все таки факты вместе с сообществами по существу и проектировать поэтому да и мы знаем насколько тяжело в советских городах как-то раскачивать сообщества делать нечто для того чтобы они образовывались поэтому это тоже долгий процесс и с него тоже нужно начинать прямо сейчас если вы хотите чтобы что-то происходило быстрее и тоже в пятилетней семилетней перспективе и третий вопрос тоже нелегкий если вы привлекаете гаражам и сообществу их интерес к водной линии к тому что происходит на набережных на береговых линиях неспешно возникают вопросы качества воды они тоже как вы знаете решаются не сразу потому что мы можем где-нибудь какой-нибудь участок очистить но вода имеет неприятные свойства течь то есть к нам притечет откуда-нибудь что-нибудь другое и мы опять окажемся в той же ситуации поэтому это такие достаточно масштабные вопросы их тоже нужно начинать решать сейчас если вы хотите чтобы что-то произошло через декабрь как только сделали пляж вы сделали пляж все довольны и тут соответственно тут же сообщество поднимает вопрос а что там с водой а как это происходит а как это происходит что можно сделать я очень скажу по поводу беспейства очень важный момент опять-таки он связан с боженосрочным пионерам которые вполне возможно делать конкурс на киес участие в том числе и студентов можно определить что если мы оцениваем набережную как местную достопримечательность и суперобъект то у ней появляется еще и соответственно туристическая составляющая пока лучшие куски которые сделаны они сделаны в европейской среднестатистической области это сам показатель кусочек европы как она представляется визуально но при этом если мы говорим о нетной местной специфике тут же есть элементы собственной оригинальной эстетики как-то наклонный способ вымазки деревянные маски естественно к ним надо подходить уже с новыми технологиями решения разрабатывать их дизайнерским способом а дизайнерским грамотным дизайнером решает не только технологию но и функционал и способ производства долгосрочность хранения замены вот эти все вещи которые всегда входят в пакет соответственно это созвоил просто ряд ряд эстетических объектов которые превращают решения в какие-то фрагменты какой-то награжды в уникальные которые уже связаны с местными традициями при этом для того чтобы еще раз исторически создать глубокий перо крахности отношений которые мы видим мы видим что есть спарина которая высокая от хоза есть современная которая цитка внизу есть уже два уровня а есть еще эти пуски советские я например категорически против сноса всего старого советского потому что история показывает что если мы можем взять кусок какой-то оставшимся а не есть его можно ремонтировать и статизировать это у нас просто остается фрагмент истории отношения к воде который тоже безусловно важен и это создает как раз таки многообразие отношения с одной стороны это единое пространство и с другой стороны вы проходите совершенно разное духовное культурное пространство понимание воды в разные лет у советского тоже была своя эпоха если вы жили которые в это время которая связана с архитектурой окружающей и с планированием и статистически она также выдержана и в этом смысле она обладает эстетической ценностью ну тогда уж если уж продолжать линию по поводу эстетики есть еще одна составляющая которая бросается в глаза когда разнакамываешься с опытом северных стран и смотришь на как те же вопросы решается у нас в особенности бросается в глаза то что в северных странах правда в северных странах в последнее время существенный аспект дизайна набережных связан с самим дизайном контактной зоны контактной зоны я имею ввиду именно тот возрастный момент когда набережная приходит к воде чем она спускается в воду тут мы начинаем говорить о том что ну по крайней мере не знаю в Ослов в районе Шеринга это целый комплекс каких-то инфраструктур дизайн имеет вид инфраструктур для различных способов использования воды там что-то нет есть какие-то причалы для каякеров специально удобно устроенные для каякеров не только каякеров а вообще других микромобильных способов перемещения использования воды какие-то прыжковые вышки какие-то деревянные так называемые дюны где люди не только загорают туда приходят приверживаются здорового образа жизни для того чтобы заниматься своими занятиями широкий спектр занятий там возможен какие-то пандусы где маломобильные могут ехать на своих колясках в воду и почувствовать себя хотя бы немножко в невесомости свободных своих медулов специальные зоны для того чтобы могли пристаться малыши пловцы и чего только нет то есть вот это вот кипучее разновление в особенности процессор было когда сложишь на наш дизайн на наш дизайн песок парамет фотография да у тебя в лучшем случае мало можно чуть-чуть чудесно добавить это ведь знаете как проблема как Александр Сергеевич Пушкин завредил городу Петербургу там мы знаем чудесный стих не выдержавное течение дороговой не уграничить да и все создается стереотип что набережная Петербурга это всегда высокая гранина набережная с решеткой и недоступностью понятно почему потому что город удорвался с сильным рогнением и тогда это требовалось да сегодня построено защитное сооружение таких массивных затоплений города нету но при этом эта идеология образ продолжается и в новой рейке то есть где-то на окраинах строятся аппараты все тот же бетонный решетки и все то же самое то есть максимально отделенное пространство но при этом как будто бы для того чтобы все это свершилось куда ребята уже обозначили перспективы направления в которых можно двигаться все равно просто чтобы привел какой-то связующий узел который объединит все эти треки между собой потому что кто-то я не про человека даже говорю а про какую-то институцию должен держать все это в голове и действовать не стратегией два года в ближайшем бюджетном долетать лет каких-то выборов а думать более стратегически и более последовательно и как раз и кажется что музей может стать таким опорным пунктом который все это между собой соединит и использование воды и развитие вопросов земельного направо и экологические аспекты как раз того какое качество воды и вопросов событийного наполнения пространства что как раз таки музей по идее может быть таким независимым точкой где все интересы могли бы смыкаться и соединяться между собой потому что музей конечно тоже может быть еще и для международного аудитории представлять все эти проекты между собой наверняка поэтому кажется что только просить Евгения возможно рассмотреть это возможно его вроде бы здесь нет уже но однако попросите Евгения пожалуйста нет просто важный момент я как учетолог музей поскольку 8 лет проработал саперизов музейного грантового конкурса соответственно думал о роли музея о роли небольших городов средних городов в данном случае ремарка которая стоит в начале Моргский музей мы понимаем ее условности сегодня музей морской который стоит на набережной это музей всего безусловно потому что он касается людей он касается художников которые споржаются путем оттащат и живут все искусства какую тему не возьмешь он касается истории войны он касается героев места людей которые определяют и это тоже становится большим универсальным музеем каким-то аналогом даже пословно но с другой другой простаси может быть и кревенческий музей и археологический музей все там представлено в этом смысле его рост абсолютно органичен и к тому же сегодняшняя музейная практика связана не то, что вы только входите в музей смотрите экспозиции нет это всегда целая цель образовательных макшопов открытых простран для кого и так далее и так далее которые сегодня неопременно включаются несколько семинаров поэтому музей имеет вполне себе перспективу располагания и решения культуры решения управления в том числе этой набережной почему это важно потому что если мы говорим скажем что если мы определяем эту набережную как единый важный городской объект у него должна быть экспертиза может делать музей потому что музей понимает вот это этнография а вот это глюква прости давайте подходим к завершению у нас был начальный еще так же запрос от местного сообщества подумать что могло бы быть на том участке где сохранилась такая природа около моста на Санопулу в качестве примера хочется привести пример реки Красненькой в городе Санкт-Петербурге Красносельский район жители объединились и совместно с муниципальными депутатами сейчас рисуют собственно видение вот этого места они не хотят никакой гранит никакие дорожки не хотят сохранить природу фауну флору наверное по завершению хочется сказать что тут живут не только люди тут живут собственно говоря большой животный мир поэтому при проектировании и при учете потребностей горожан очень важно наверное не забывать и про потребности животного мира флоры фауны и может этот небольшой оатик который остался можно как раз таки преобразовать в такую площадку для любования природы например на этой миссионной ноте нам бы хотелось поблагодарить аудиторию за внимание спасибо спасибо Спасибо.